Всем привет! Добро пожаловать на канал Альфи-ФМ. Это будет мой очередной влог. Итак, у меня сейчас будет такой калейдоскоп из моих образов луков на работе, потому что больше мне нечего снимать. Давайте посмотрим во вступлении, потом я вам покажу, как будут проходить мои выходы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня наконец-то сегодня выходной, и вот наш завтрак выходного дня. Я приготовила вот такую вкуснялину. Здесь у меня еще соус песто и будем булочку есть с кофе и шоколадной пастой. Не проснулась еще. Всем приятного аппетита вместе с нами! Доброе утро! У меня сегодня выходной, и поэтому я вам показываю свой завтрак. Смотрите, как я хорошо взбила молоко. Оно у меня аж вон как поднялось. Прикольно! Но правда из того, что вы отсвечиваете немножечко из такой перламутра на стакане, толком не видно все эти слои. Но они у меня прям хорошо получились. Захотелось в таком бокале сегодня, в стаканчике, попить кофе. Ну что тут у меня? Колбаска, яичко. Здесь два тоста. Один с крем-фиш. Там был кальмар и креветка. Такой, знаете, в пятерочке. Короче, до 100 рублей там что-то по акции за 60 с копейками взяла. Уже съела и выкинул эту, поэтому не буду сейчас доставать. Здесь у меня тост с такой пастой шоколадной. Такую тоже иногда люблю брать. Все, всем приятного аппетита вместе со мной. Давайте посмотрим, что сегодняшний день нам принесет. Ох, провозилась я, конечно, с этим новогодним винком. Сегодня целый день просто. Поэтому сейчас уже время полуседьмого. Я только готовлю ужины. Правда, у меня уже готов супчик. Смотрите, я прям как это, лакшери. Но на деле купила просто суповой набор в ленте за 130 рублей. Там оказалось много достаточно рыбы. Вот мне на целую кастрюлю хватило. Сварила поэтому рыбный суп. И тут у меня взяла окорок тоже в ленте по акции. Вот его через мясорубку с луком. И решила пожарить эти котлетки в духовке. Сейчас отправлю на гарнир. Не знаю, что приготовлю, если честно. Возможно, пшеничную кашу. Давно не ела. Нравится, люблю. Скорее всего, да. Ее и сварю. Доброе утро. У меня еще даже голос не проснулся. Девчонки, ну прям завтрак чемпиона. Два чебурека и кофе. Только я так могу. Но могу себе позволить. Потому что сегодня у меня снова выходной. Значит, мы с вами поболтаем. Сейчас я вам расскажу все новости. Вот. Ну и я отдохну, конечно же. Поэтому сегодня я выспалась. Я проснулась в полдесятого. Это вообще сказка. Ну прям, у меня уже режим, конечно. Я все равно просыпаюсь где-то в семь по восьмого. Но круто, когда можно так вот выспаться прям. У меня опять кофе красивенький и чебуреки. Все. Пока они горячие и дубики есть. Ну что, сегодня я еще с вами не здоровалась. В этом влоге-то меня уже вы видели. Ну как вам мой перформанс в виде калейдоскопа моих луков на работе? Тот момент, когда целую неделю работаешь и больше нечего снимать, кроме как свою шмотку. Все. Ну я тоже, знаете, так я себе изначально. Я же уже знала, что я буду работать в следующей неделе, допустим, ну вот, в прошлой неделе, короче, без выходных. Я об этом знала заранее. И я так себе прописала. В ежедневнике прям написала. Думаю, так, чтобы мне, короче, мозг не нагружать этой информацией, сразу напишу. Платьишек у меня всяких много. Написала, что когда, в какой день надену. И все. Утром у меня уже на это не уходило время, чтобы там собираться, выбирать, все дела. Сразу уже оделась и пошла, как говорится. Вот. Поэтому даже немножечко, если честно, разучилась уже так связно разговаривать. Потому что, когда не снимаешь хотя бы маленький промежуток времени, все равно уже как-то немножко отвыкаешь от этого дела, что ли. То есть, думаешь, вот позавтракала, да, думаешь, ну ладно, что поела и поела, что показывать. Короче, и так вот во многом. Ну, вот эти выходные я себе провела вообще классно. Если честно, я не думала, что я так долго буду собирать новогодний венок. Вот вы его видели, получается, вчера, вот во вторник, да, я выложила видео. Ой, не представляете, у меня так, у меня даже до сих пор немножко чувствительные вот эти места пальчиков. Потому что, когда сильно бечевку связываешь, да, перетягиваешь, это очень больно пальцем. Я прям не могу. И я этот венок делала в итоге. Я его начала делать, наверное, полдвенадцатого в одиннадцать с копейками. А закончила в четыре с чем-то. В четыре точно. Как минимум в четыре. Потому что уже и солнце село. У меня уже освещение не то. О, я, короче, в обед. Я думала, я его соберу за час, за два, да. Думала, как раз я его начала. Вот что-то такое в обеденное время, когда солнце в зените. А тут делаю, 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 делаю. А он все еще не закончен и не закончен. Ну, конечно, очень много таких там красивых-красивых украшений. Мне прям это очень нравится. Ну, и еще мне нравится, что у меня там такая ручная работа, действительно, которую видно. А, то есть это не такие, просто купил игрушки и наляпал их. А, действительно, такая, короче, рука дизайнера. Вот, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот. Завтра поэтому я прям планирую, если честно, на такси поехать на работу. Потому что венок достаточно тяжелый, он большой. Он прям вот такого размера. Ну, прям действительно большой. Поэтому я решила, что ладно, я лучше один раз съезжу на таксишке на работу и спокойно все отвезу разом. Чтобы не таскаться с ним по автобусам. У нас тем более больших автобусов нет. У нас только всякие там газельки, пазики. И поэтому места еще мало. Вот. Что еще? Что еще? Сейчас я приготовила вкусные-вкусные булочки. Рецептики я вам покажу в пятницу. На четверг сняла видосик. Короче, сегодня такой продуктивный день. Я столько всего снимала. Он у меня просто... Я не знаю, у меня в горле пересохло, как этот. Я уже попила воды. У меня не столько воды, выпила целая графина. Потому что так много разговаривала. Класс. Сегодня я с собой довольна. Потому что у меня должен был быть сегодня вообще рабочий день. Но мне вчера начальница написала, что давай завтра ты тоже отдохнешь. Я такая, ну как скажете, без проблем. Я вообще за то, чтобы отдыхать. Потому что, ну, действительно, много работала дней. И за эти два дня я особо не успела, конечно, сделать ничего по дому. Потому что, говорю, вот на этот венок, блин, только четыре часа потратила. А потом еще... Вот я его доделала. И время-то уже было где-то полпятого в пять. Я начала готовить еду. Это надо было фарш мне перемолоть. Что-то там еще... Ой, короче. Суп сварить. Ну, сами знаете, вроде кажется, тут 20 минут, там 20 минут. А время идет. И я ничего не успела. Я села за вышивку вчера. Часов, наверное, в девять. Вечера. Я обычно не вышиваю так поздно. Ну, после работы я вышиваю. Когда прихожу с работы, я могу повышивать. Ну, мне же до этого ничего подобного делать не надо было. Вот. А тут уже, блин, думаешь, ну вот, хотела при дневном свете повышивать. Ну, что такое. Паша такая еще, этот, маленечко, ну, конючу. Что вот, ничего не успела. И тут как раз, раз там, без пяти, наверное, восемь мне написала. А, девять мне написала начальница. И я такая, уху, все. Я тогда вышиваю спокойно, завтра я еще там дела подделаю. Пашка смеется. Вот. поэтому сегодня я приготовила булочки я снимала кучу кучу видосиков на свои рубрики для своих рубрик сейчас поставлю уже просто стирку постирать постельный белье тоже все сменила короче у меня дома чистота я прям рада и сейчас со спокойным душой с вами доболтаюсь это тоже повышеваю но конечно смонтирую еще несколько видосиков чтобы вам было тоже что посмотреть хорошо отдохну еще я сегодня хотела конечно сходить в бассейн но сейчас последний момент передумала я сегодня поздно проснулась если бы пораньше проснулась наверное сходила бы может быть мы в пятницу пойдем с сашей если вдруг я у меня нормально с графиком все так же будет я буду дыхать мы с кафе ну да и в кафе тоже в бассейн но с другой стороны тоже не знаешь да сейчас такая статистика стоит рисковать не стоит сходить не сходить хотя я на работе на самом деле мне кажется намного больше людей проходит но все равно через магазин через торговый центр чем в бассейне так что тут не убережешься ладно бы я дома сидела и вот думала бы над тем сходить мне в бассейн или не сходить я блин тут на работу хожу так что короче вот не знаю такая дилемма ходите ли вы в бассейн в это время как вообще скажите ваше мнение потому что я вроде и хочу вроде и боюсь а потом такая думаю ну а чё я тут вон каждый день на работе столько людей в общем вот и все по кругу одно и то же одно и то же сейчас я конечно отслеживаю статистику да но не так как раньше не так начали как весной сейчас уже немножко стараясь абстрагироваться потому что круг сужается и чем больше об этом начинаешь думать тем больше паника конечно сеется в душе поэтому я стараюсь немножко так это знаете держаться приободриться как говорится если уж я заболею ничего не сделаешь с этим буду переживать тогда сейчас это переживать короче я решила не переживать чтобы не съедать себя не нервничать потому что это ничем ничем не поможет ну что теперь беречься мы бережемся также носим маски также моем руки в общественных местах стараемся лишний раз ничем нету ну короче все как уже уже все как всегда ну что девочки давайте я наверное буду прощаться с вами в этом влоге такой он получился у меня немножечко сумбурный ничего толком непонятно что хотела вам рассказать вот поэтому всем вам спасибо большое за то что вы досмотрели это видео до конца за вашу теплую теплую компанию на моем канале я вас всех всех обнимаю целую хороших вам настроений крепкого здоровья люблю-люблю пока-пока